Добрый вечер, уважаемая публика! Я рада приветствовать вас в органном зале в Тюменской флоруме на третьем концерте цикла «Орган плюсик». В названии нашей сегодняшней программы «Орган слезам не верит, а Люсия» на любимый в нашей стране фильм. И как вы наверняка догадались, главной темой нашего сегодняшнего концерта будет тема любви. Ну а начнем мы концертную программу с музыки, которая, ну, стала таким своеобразным символом этого прекрасного чувства. Программу нашего концерта откроет «Свагедный марш» Феликса Миндельсона. И если звучание этой музыки знают практически все, то история создания этого произведения мало кому знакома. Дело в том, что Феликс Миндельсон написал свой «Свагедный марш» для пьесы Вильяма Шекспира. Эта пьеса «Сон в летнюю ночь» весьма необычна для прославленного автора. Дело в том, что в ней весьма запутанный сюжет, насыщенный фантастическими персонажами, эльфами, духами, феями. Так вот, вот этот самый «Свагедный марш» звучит в тот момент, когда околдованная королева влюбляется в человека с головой осла. Она соглашается на брак с этим необычным персонажем, и происходит их свадьба, в ходе которой звучит знаменитая музыка Феликса Миндельсона. Вполне возможно, что мы бы и не знали этой музыки, никогда ее не услышали, если бы не дочка всемирно известной королевы Виктории. Дело в том, что принесесса Виктория для своего бракосочетания с будущим королем Пусси Филиппом выбрала именно эту музыку. К алтарю она шла под знаменитый «Свадебный марш» Рихарда Вагнера, а после церемонии зазвучал «Свадебный марш» Феликса Миндельсона. И вот с этих самых времен, с конца 19 века, «Свадебный марш» Феликса Миндельсона вошел в торжественную свадебную церемонию по всему миру. Сегодня этот «Свадебный марш» прозвучит в нашем концерте именно в том варианте, в котором он звучит на свадебных пиржествах. Он прозвучит в переложении для Аркана. Ну и для того, чтобы начать нашу концертную программу, с большим удовольствием приглашаю на сцену лауреату международных конкурсов «Организм кудеменской клармонии» Марию Блажевичу. Феликс Миндельсон, «Свадебный марш» из музыки к спектаклю «Сон в летний марш». Феликс Миндельсон, «Свадебный марш» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Среди многообразия музыкальных стилей и эпох наиболее полное прекрасное чувство, чувство любви, конечно же, выражено в музыке романтизма. Это не случайно, ведь композиторы романтики представляли себе музыку идеальным искусством для воплощения чувств. Многие из композиторов романтиков признавали, что разум может ошибиться, а чувство не ошибется никогда. Именно поэтому в своих произведениях они зачастую обращались именно к теме любви. Музыка может передавать самые тонкие оттенки чувств благодаря своей многозвучности, благодаря самым разнообразным оттенкам, которые можно передать музыкальным произведениям. Музыка романтизма представлена творением многих композиторов. Это и Фредерик Шопен, и Роберт Шуман, и Феликс Мендельсон, и, конечно же, Франц Шуберт, которого называют первым романтиком. В нашем концерте прозвучит музыкальное произведение Франца Шуберта, написанное для музыкального инструмента, который в настоящее время не используется. Этот музыкальный инструмент называется арпиджионе. Он был изобретен немецким мастером в 1823 году и пользовался достаточно большой популярностью в течение 20 лет, а потом был полностью исключен из практики. Но музыка этой сонаты, соната арпиджионе настолько красива, что музыканты по всему миру решили не упускать возможности исполнять ее. И сейчас соната арпиджионе Франца Шуберта исполняется на самых разнообразных музыкальных инструментах. В нашем концерте соната арпиджионе прозвучит в переложении для органа и альта. И еще один интересный, любопытный факт. Музыкальный инструмент арпиджионе, похожий на виолончель и гитару, называли гитарой любви. Считалось, что вот этот необычный музыкальный инструмент наиболее тонко передает чувство любви. И использовали его именно для романтических произведений. Итак, Франц Шуберт, соната арпиджионе, первая часть. Переложение для альта и органа. Исполняют Мария Блажевич и Павел Равенский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Альфредо Пяти называют одними из самых выдающихся пелочаристов 19 столетия. Сейчас сложно в это поверить, но оказывается, начало карьеры этого великолепного музыканта было не столь радужным. В тот момент, когда, казалось бы, его карьера и его музыкальный путь терпят полный крах, в его судьбе случилась удивительная встреча с Вернцем Листом, великим композитором и музыкантом, которого настолько восхитила игра этого юноши, что он прозвал его Паганини Виолчели и подарил новый музыкальный инструмент. Начиная с этой встречи, карьера Альфреда Пьетти пошла в город. Он успешно гастролировал во всей Европе, собирал полные залы и на концертах исполнял невероятной красоты и невероятной сложности музыку. Кроме того, что Альфреда Пьетти прославился как музыкант, исполнитель, он оставил после себя богатейшее музыкальное наследие как композитор. В нашем концерте прозвучит невероятной красоты музыка. Элигия для Альта и Виолончели Альфреда Пьетти. Исполнят ее для вас Анна и Павел Роменские. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Программу первого отделения нашего концерта совершит музыка немецкого композитора Феликса Мендельсона. Музыкальное одарование Феликса Мендельсона современники сравнивали с талантом и одарованием Ольганка Амадея Моцарта. Это вполне заслуженно, ведь маленький Феликс, рожденный в семье богатого гамурского банкира, очень рано проявил свою музыкальную одаренность. Родители имели возможность пригласить для своего сына лучших педагогов в Германии, и они поскурились и сделали это. И мальчик с самого-самого раннего возраста обучался у самых талантливых и лучших педагогов. С самого раннего детства Феликс Мендельсон участвовал в концертах, которые семья Мендельсон устраивала в своем собственном доме. Но когда ему исполнилось 16 лет, его музыку, его сочинение знала уже вся Европа. Фортепианное трио номер один, пожалуй, одно из самых популярных камерных произведений Феликса Мендельсона. Секрет его популярности в том, что музыка органично сочетает в себе глубокий лилизм и очень яркую, очень насыщенную энергию. Феликс Мендельсон в своей музыке умел находить тот самый баланс между драматизмом и энергией и тонким лилизмом. Вот такая вот внутренняя тонкая гармония делает музыку этого композитора очень приятной, очень красивой и очень-очень естественной. Итак, Феликс Мендельсон, трио номер один, рей-минор. Первая часть исполняют Артём Соколов, Анна Роменская и Мария Блажевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Играет музыка. 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 Играет музыка.